Пустили в музыкальный дозор Хотите, чтобы ваше торжество стало особенным? Профессиональный ведущий и режиссер Борис Овезов Проведет его на высочайшем уровне Красочно и стихотворно создаст праздничное настроение Профессионально подготовит сценарий вашего праздника Всегда к вашим услугам ведущий Борис Овезов Звоните 646-427-57-37 646-427-57-37 Мазы моего сердца, да, господа, каждый четверг в это время Борис Овезов доставляет в ваши сердца именно ту положительную энергию Которая обязательно будет вас сопровождать в течение всего дня А помогает мне сегодня рулевой Диджей Артур, Артур, я тебя приветствую Да, дорогие друзья, я знаю, что если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам Вы, конечно, сначала подарите жизни свое хорошее настроение И для этого мы здесь, программа «Караван» Которая вас сегодня также будет интриговать очень интересными людьми Потому что мы вновь сегодня с вами посетим музыкальную таверну радиопрограммы «Караван» Ну а сегодня, дорогие друзья, у нас вновь гость И поэтому сразу же со студии я перехожу в нашу музыкальную таверну радиопрограммы «Караван» Да, друзья мои, вы слышите эти позывные Я думаю, что уровень вашего прекрасного настроения только поднимается, поднимается, поднимается Итак, господа, настройтесь У нас уже стол накрыт, так сказать, игристое вино готово И я вас приглашаю всех в музыкальную таверну радиопрограммы «Караван» Добро пожаловать! Приветствую всех тех, кто сегодня именно приглашен в музыкальную таверну радиопрограммы «Караван» Господа, сегодня хочу вас познакомить с очень интересным человеком На мой взгляд, сегодня этот человек чуточку отходит, вроде можно сказать, от программы «Караван», от формата Но нет, друзья мои, я вообще вам рекомендую Если вы считаете, что рядом с вами живет интересная личность Позвоните просто на радио, и я его приглашу в музыкальную таверну Где мы пообщаемся и действительно откроем миру новых и новых личностей Итак, друзья мои, у меня сегодня напротив меня В музыкальной таверне заслуженный артист Армении Лауреат международных премий кино и театра Ауганес Бабаханян Ауганес, здравствуй, дорогой Здравствуйте! Мне очень приятно быть в эфире популярной радиопрограммы «Караван» На Дэвидсон радио В музыкальной таверне у вас, у Бориса Авезова И, пользуясь случаем, хочу передать привет всем радиослушателям И желать всего наилучшего Любите искусство, это очень важно Ауганес, дорогой Вот ты знаешь, по старой доброй традиции Прежде всего я хочу с тобой поднять бокал этого игристого вкусного вина За твое здоровье Дай Бог, чтобы у нас все прошло хорошо Спасибо огромное И сразу я хочу тебя представить нашей аудитории Именно как человека, который, являясь артистом Человеком, работающим в театре и в кино Но при этом не покидающий прекрасный мир музыки Где ты сопоставляешь эти два красивых течения в искусстве И представляешь именно красивую и прекрасную страну Армению Спасибо Я бы хотел с самого начала представить И познакомить тебя просто с аудиторией Которая сейчас вот так вот пристально слушает Внимательно, о ком сегодня пойдет речь Спасибо, я готов Ну рассказывай, как все началось Откуда ты, как пришел вообще в театр, в кино, в музыку Ну, я попробую, конечно, коротко об этом Родился я в Ереване Я армянский армянин, да? У меня корни такие, ереванские И отец, и мать, они жили в искусстве, да? У нас такая музыкальная семья И отец играет на разных инструментах На кларнете Армянские инструменты Есть такой Это очень такие восточные Восточно-армянские и армяно-восточные инструменты И мать моя очень хорошо поет Но она не профессионал Она у нас домохозяйка Ну, родила четырех детей И наши четверо в семье Музыкальная семья у нас И сестры мои играли, и брат тоже Короче, музыкальная семья Так, значит, твое начало уже было Уже имело начинку цели и устремленности Ты уже знал, к чему ты идешь И цель была определена Вот давай начнем с того Эта цель началась с театральных каких-то подмостков Или все-таки ты был в каком-то инструментальном ансамбле Или, может, музыкальная школа С чего началась? И музыкальная школа была Но первый шаг, первый такой крупный шаг Это, конечно, художественный театральный институт Ереванский Куда я поступил в 84-м году И поступил в курс врача Капланян Это известнейший армянский театральный режиссер Знают его и в России, и вообще в странах СНГ Я, значит, студент Капланяна С 84-го года я стал у него учиться И до сих пор я там работаю Это, получается, уже 26 лет 26-27, да? Это мой театр Я там родился как актер и продолжаю там и жить Я нашел там свою жену Марима Сырян Бабаханян, она тоже у меня актриса У нас с ней уже трое детей Лия Элла Игор, мои чудесные детишки И вообще я считаю, что любой представитель творческой интеллигенции Все-таки получает энергетический запал именно семьи Если в доме все благополучно, значит, ты творишь И значит, у тебя все идет успешно Потому что семья — это тыл Когда у тебя плотный тыл такой, мощный Значит, ты можешь идти вперед Это очень важно Скажи, пожалуйста, а вот помимо театрального начала Все-таки у тебя проявляется увлечение музыкой Пением Когда это пришло? Именно вот в этот период? Или это все-таки было раньше? Это было всегда со мной То есть я участвовал в разных проектах Где были мюзиклы Где нужно и петь, и танцевать Я танцевал 14 лет почти я танцевал Я, ну, почти профессионал Аганес, ты знаешь, дорогой Прекрасное исполнение Спасибо Давай поднимем Спасибо За твое здоровье Скажи мне, пожалуйста Вот так как ты являешься выпускником театрального института Да Вот насколько мне известно Обычно выпускникам театральных вузов бывает тяжело найти работу Многие начинают с массовок А ты приходишь в театр И получаешь ли ты сразу главные роли? Да Знаете, я в этом плане счастливчик Потому что рядом с маленькими ролями Тут же мне предложили и главную роль тоже Думаю, я справился Слава Богу Скажи, вот ты знаешь, я бы хотел заострить внимание на твоей одной работе Ознакомившись с твоим интернет-сайтом Я получил удовольствие от того Что ты вообще из себя представляешь Вот именно в театре и в кино Да Вот я бы хотел сейчас поговорить о произведении Иисус из Назарета Где ты играл вроде бы главную роль Да И у меня сразу вот такой вопрос После роли Иисуса Не поменялось ли что-нибудь в отношении к жизни у тебя? Роль наложила на тебя какой-то отпечаток? Вы знаете, многое, почти все поменялось Потому что, во-первых, для меня это абсурдное выражение Играть Иисуса Это невозможно Это нужно жить Я сторонник Я сторонник Конечно, я умею и представить все это То есть, театралы говорят Театр представления и театр переживания Хотя это представление, театр представления Тоже должно произойти через театр переживания Чтобы все это было в органике Да? Да, да Но В данном случае В случае Иисуса Это только и только должно произойти Через театр переживания Когда ты переживаешь Когда ты живешь этим Это совершенно другое Так самое интересное Еще глядя на тебя Я просто вижу в тебе человека Который полностью определил Вот именно типаж этого персонажа Вот в тебе Я не скажу, что в тебе есть что-то такое героическое Или грозное Но в тебе очень много жизни в твоем образе Спасибо И поэтому эта роль Именно действительно была для тебя Но вот, наверное, несколько провокационный вопрос Каково было вообще играть Иисуса И как ты себя чувствовал после этого В окружении своих друзей Таких же коллег, таких же артистов, как и ты Трудно В чем это проявлялось? Вот бывают же ситуации, которые Вот словами не передашь Какая ответственность Вот какая ответственность перед тобой Как человек, как актер Ты вот стоишь на сцене И ты должен сказать сейчас фразы Которые в свое время говорил Господь Бог Да И причем очень многие ведь знакомые Ты там должен Ты вот именно должен характер написанного Передать в своих действиях Выражение лица должно соответствовать Материалу Все это должно соответствовать И вот выражение И вот нутро Вот все это должно быть в гармонии Идеальной гармонии Скажи, а были ли пробы? Вот, наверное, кто-то еще Нет пробовался? Думаю, нет Нет Ну, действительно, если глядя на тебя Действительно, это 100% Спасибо Вообще, я поражаюсь Конечно, я горд, что сейчас В программу «Караван» Музыкальную таверну Приходят именно вот такие люди Спасибо Большое тебе спасибо Огромное Я играл Иисуса и в фильме тоже Знаете, метаморф